Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я подумал о вас, о том, что проведу этот день сегодня вместе с вами. Это огромное привилегие быть на таких конференциях, как эта. Иногда мы так естественно воспринимаем вещи. Но сам факт, что вы можете быть здесь, в этой атмосфере веры и поклонения, это невероятное привилегие. И каждый день это большой подарок от Бога. Согласны? Аминь. Каждый день это большой подарок от Бога. И Бог не привел вас сюда случайно. Он привел вас сюда с целью. Он знал, кем вы были до конференции. И у Него есть цель. Кем вы будете после конференции. И я молюсь за вас, чтобы эта цель осуществилась. И когда вы поедете домой в воскресенье, или в понедельник, или после последнего служения, вы будете изменены. Мы не приехали сюда, чтобы развлекаться. Это не то время. Мы приехали сюда, чтобы измениться. Аминь. Потому что жатвы много. И это время Божье. И Бог нуждается в вас. Он хочет освежить вас и снарядить. Освободить. Поднять. Так, чтобы мы могли собрать урожай. Потому что однажды Иисус вернется. И тогда уже не будет время работать. Но сейчас еще есть время. Скажи, еще есть время. Аминь. Поэтому мы здесь. Чтобы мы могли быть приготовлены. Для того, что Бог хочет, чтобы мы сделали. Сегодня я вам кое-что покажу. Что очень сильно в моем сердце. Я хочу этим поделиться. И это касается вас как отдельной личности. Но это также и о церкви, которой вы являетесь представителем. Сколько здесь пасторов? Аминь. Ой, ой, ой. Халлелуя. Замечательно. Я буду говорить о вас, но я также буду говорить и о вашей церкви. Я хочу, чтобы вы взяли это. И запомнили это для своей церкви. Станьте сегодня в пролом за свою церковь. В Откровениях, во второй и в третьей главе. И Иисус говорит к семи церквам. И для каждой у Него различные послания. Но есть одна вещь, которую я заметил, когда я читал это. И Иисус не говорит много о том, что они должны сделать. Потому что мы знаем, что Бог всегда хочет привести нас вперед. Он хочет дать нам новые. Но когда мы читаем эти две главы, Мы видим, что Иисус был очень сосредоточен На том факте Что эти церкви уже что-то имели важное, что нужно было защищать. И иногда мы чувствуем точно так же. Нам нужно это, нам нужно то. И это правда, что нам действительно нужно все, что Бог имеет для нас. Но послушайте меня. Но есть те вещи, которые мы уже имеем. Которые мы не должны никогда потерять. Мы должны защищать их. Когда Иисус говорил этим церквам. Некоторые из них потеряли уже что-то. Как в Ефесской церкви. Во второй главе в четвертом стихе. Но имей против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал. Иисус говорит, вспомни, что у тебя однажды было. Но дьявол украл это от тебя. И это касается всей церкви. Иисус говорит, например, в 25 стихе Иисус говорит. Когда Он говорит в церкви в Феотире. Только то, что имейте, держите, пока приду. У них было что-то драгоценное для этого города. И Иисус сказал, держите это и помните, что вы имеете. Потому что дьявол хочет украсть это от вас. В 3 главе. Он говорит о церкви в Филадельфии. В 11 стихе. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь. Дабы кто не восхитил венца твоего». Я почти вижу это еще раз. Я не был в церкви в Филадельфии. Но у них что-то было очень хорошее. И многие люди приходили в эту церковь, чтобы взять это от Бога. И Иисус сказал, держи венец, который я дал тебе. Держи это особенное помазание, которое ты имеешь. Знай тот дар, который я дал тебе. И защищай его. Потому что есть венец на твоей голове. Который дьявол хотел бы украсть. Последний пример, тоже в 3 главе. И Иисус говорит в Сардийской церкви. И Он говорит в 3 стихе. «Вспомни, что ты принял и слышал. И храни, и покайся». И опять Иисус использует слово «помни». Сардийская церковь потеряла то, что она имела. Послушайте мне. Я не очень старый. Но я достаточно зрелый. И я был во многих церквях. Которые однажды что-то имели. Что-то очень особенное. То, что они сегодня уже не имеют. И Иисус не забирал это у них. Они потеряли это. Они не защищали того венца, который имели. И Он просто ушел от них. И Иисус сказал Сардийской церкви. «Вспомни, как ты слушала меня. И вспомни, как ты получала от меня. И покайся. И возьми это снова». Знаете, друзья. Много вещей. В нашей жизни. Они имеют отношение к тому, как мы слушаем и как мы получаем. И Бог начал говорить этой зимой ко мне. «Теперь я уже пять лет живу в России. И Бог сказал мне. Есть особые вещи среди верующих в Советском Союзе. Которые я дал им. Которые они никогда, никогда не должны потерять. И одна вещь, которую я помню. Когда я стал 10-11 лет назад путешествовать по бывшему Советскому Союзу. Это была абсолютная и отчаянная жажда по Слову Божьему. То пробуждение, которого вы являетесь частью. Было рождено в отчаянной жажде Бога. Когда Советский Союз стал разваливаться. И появилась свобода, чтобы иметь открытое служение. Тогда проповедники, такие как Карл Густав, стали приезжать и проповедовать. И церкви подобные этой стали основываться. Была атмосфера. Атмосфера жажды Бога. Та, о которой весь мир говорит. Проповедники за проповедником. Которые путешествуют по всему миру. Они приехали в Советский Союз. И они сказали, мы никогда в своей жизни не видели такой жажды к Богу. И я знаю, что здесь есть некоторые люди, которые присутствовали в то время. Я видел вас вчера. Пастор из Украины. Из Тореза. Я помню в первый раз. Я приехал как проповедник в Советский Союз. Мы поехали на Украину. И это было в 1990. И первое место, где мы проповедовали, это был Донецк. И у нас была маленькая квартирка. Там был маленький мальчик. Молодой человек. Его зовут Леонид Падун. Леонид Падун. Леонид Падун его зовут. Леонид Падун его зовут. И квартира была полностью забита. Люди были всюду. Там даже не было маленького места, где мы могли просто встать и проповедовать. И там было три человека. И мы по очереди проповедовали. Сначала один, потом второй. И у людей было только одно сказание. Продолжайте говорить. Потом я поехал в Торез. И они сделали столько служений для нас. Сначала мой друг Кристиан проповедовал. Я проповедовал. И моя жена проповедовала. А потом опять Кристиан проповедовал. Я проповедовал. И вот так все продолжалось. И у нас постоянно были служения. И потом мы закончили и очень устали. И мы должны были поехать в Днепропетровск. Но они сказали нам. А можно еще несколько служений? Мы сказали. Нет, мы не можем. Мы уезжаем завтра. Они говорят. Во сколько вы завтра уезжаете? В девять утра. А может быть мы перед девятью утра еще одно служение проведем? Что на это сказать? Когда вы видите таких людей. Поэтому мы пришли утром рано. И мы проповедовали. И потом мы должны были поехать в Днепропетровск. Чтобы нас забрали в машине. И отвезли в этот город. И после утреннего служения. Они сказали. Мы будем молиться за вас. Мы сказали. Да, аллелюя. Мы нуждаемся в этом. И они начали молиться за нас. И они молились. И я почувствовал настолько привилегированным. Все эти верующие, они кричали и молились. Молились и молились. Молились и молились. И так и не останавливались. Молились и молились. И в конце концов я повернулся к своему переводчику. И сказал. Они действительно сильно за нас молятся. Она сказала. Они не молятся за вас. И она сказала. Они не молятся за вас. А я сказал. А о чем они молятся? Они молятся о том, чтобы эта машина не приехала из Днепропетровска. И вы знаете что? Машина так и не приехала. И церковь была счастлива. И они сказали. Давайте еще служение проведем. Послушайте. Такие обстоятельства. И сами обстоятельства практически изменились. Но. Тот голод. Этот отчаянный голод по Богу. Это то, что Бог дал нам. Это то, что родил Дух Святой в этой части мира. И мне все равно, что говорят люди. Я знаю. Мы можем удержать эту атмосферу. В наших церквях. На наших собраниях. В наших домах. До тех пор, пока Иисус не вернется. И дьявол видел этот голод. И он видел, как люди съезжаются со всего континента, чтобы приехать туда. И он видел, как люди стоят вне всю ночь, чтобы занять хорошее место. И дьявол ненавидит это. И он хочет забрать это. Он хочет сделать верующих здесь мертвыми религиозными. Как у многих людей по всему миру. Но Иисус сказал. Церквям. Пусть никто не возьмет твоего венца. Помни. Помни, откуда ты пришел. Помни, как ты был рожден. Помни, что я дал тебе. Защищай это. Потому что дьявол охотится за этим. И в восточной Западной Европе. Я вырос в Западной Европе. И я знаю, что такое мертвые лихи. Я знаю, что это. Там люди смотрят на часы больше, чем на проповедника. Ты смотришь на эти лица. И они просто страдают. Пожалуйста, отпусти меня домой. Это то же самое, что на телевизоре. Они говорят, хочу домой пойти и посмотреть телевидение. Но Бог не хочет, чтобы это произошло с вами. Скажи своему соседу. Со мной это не произойдет. Я помню, как я двигался. Как я переехал в Москву. И я до этого проповедовал в хороших библейских школах. В очень хороших библейских школах. В Западной Европе. Но когда я приехал туда. И увидел этих студентов. Я не мог поверить этой атмосфере. Я помню, один из первых дней. Я учил. И потом у нас был перерыв. И обычно люди любят перерывы. Я сказал, хорошо, теперь давайте пойдем на перерыв. Люди сказали, хорошо. И я посмотрел вниз на свои бумаги. И там люди потихоньку разговаривали между собой. И замолчали. Стала тишина. И все смотрели на меня. Через минуту. Никто ничего не говорил. И я опять начал учить. И они просто решили, что перерыв закончился. Давайте еще будем слушать Слово Божье. Я помню, как я встретил одну девушку в библейской школе. Она приходила утром. Она сияла, как солнце. Я сказал, как дела? Она сказала, отлично. Я так счастлива, что я могу быть в библейской школе. Она сказала, все вокруг тебя все хорошо. Она сказала, да. Я только вот вчера была арестована. Потому что у меня прописки в Москве нет. Так что я ночь провела в тюрьме. Но они сегодня отпустили меня. Я могу быть этим утром в библейской школе. Аллелуя! Вы должны знать, если бы это произошло в Скандинавии, этот человек написал о себе книгу. Как я страдал за Иисуса. И об этих ужасных вещах сняли бы фильм. Но эта русская девушка, она была так счастлива, что она просто утром может пойти в библейскую школу. Амин. Знаете, столько, сколько мы с вами живем, мы должны быть такими. Никто не должен забрать это от нас. Никто не должен забрать такие служения от нас. Амин. Амин. Мы будем иметь тот же голод. Мы будем отчаянно жаждать Бога. Давайте откроем Иоанна 7 главу. В 37 стихе Библия говорит, что Иисус кричал громким голосом когда Он был в Иерусалиме. И Он сказал так в 37 стихе В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря «Кто жаждет, иди ко мне и пей». И это ключевой стих к пониманию почему некоторые люди растут и становятся гигантами в Боге. И почему некоторые люди которые находятся в хорошей атмосфере но с ними ничего такого не происходит. Потому что Иисус Он хочет благословить каждого. Он хочет, чтобы весь мир был спасен. Но Он сказал так Если кто жаждет если есть кто-нибудь кто действительно жаждет Царства Божьего если есть кто-нибудь кто хочет быть измененным у меня есть вода у меня есть много воды у меня есть жизнь, которую я могу дать если есть кто-то, кто хочет этого и на каждом собрании по всей истории человечества Иисус присутствует и говорит то же самое если кто жаждет у меня есть вода, которую я могу дать так было вчера вечером если кто жаждет если кто-нибудь действительно по-настоящему хочет что-либо от меня я не разочарую тебя и точно так же сегодня но здесь много людей которые будут благословлены и те, кто будут благословлены это те, кто жаждет есть люди, которые приходят и говорят я пришел сюда, чтобы получить от тебя Бог я пришел потому что мне сегодня нуждаюсь в слове с неба Давид говорил так у Давида было все у него были все деньги, о которых мы с вами можем только мечтать у него был самый большой дом больше, чем тот, который ты когда-либо видел у него было больше жен, чем когда-либо у тебя будет но он сказал так одно только я желаю чтобы мне пребывать во дворах Господних вовеки чтобы созерцать красоту Дома Божьего таково было его желание это была самая глубочайшая жажда, которую он только имел в своей жизни когда он просыпался утром он говорил, Бог я проснулся Бог говорил, да, знаю Давид говорил одно только желаю видеть твою красоту сегодня и он сказал, я войду с радостью во дворы Господни я лучше буду пребывать в шатрах Божьих, чем во дворцах нечестия знаете, что у него было? у него была жажда в жизни по Богу и эта жажда это то, с чем хочет встретиться Иисус это то, что Он хочет найти в твоей жизни давайте откроем Луки 9 главу Луки 8 глава Иисус говорит о здесь притчу о сеятеле я думаю, что вы знаете эту притчу очень хорошо но я хочу, чтобы вы подумали об этих вещах сейчас то семя, которое сеял сеятель было то же самое точно то же семя, которое упало и при дороге или в тернии или на скалистую почву или на добрую почву это было одно и то же семя но что определило вас следующий результат это была та почва было вопрос не в семени и Иисус сказал нам эту притчу чтобы объяснить нам что наше собственное сердце решает, что мы будем иметь я был студентом библейской школы и стал учителем библейской школы и вчера многие из вас приняли решение прийти в библейскую школу но всегда есть студенты которые приходят но они никогда не меняются потому что они по-настоящему и не хотят быть изменены они приходят поздно спят на уроках думают о чем-то другом и когда библейская школа заканчивается ничего особенного не произошло но слава Богу что есть также и другие студенты они фактически вытягивают слово из тебя видеть можно их отношения я пришел потому что я люблю Бога я пришел потому что я нуждаюсь в переменах и такая почва всегда принесет добрый плод и Иисус сказал так в конце притчи в 15 стихе а упавшие на добрую землю это те, которые услышав слово хранят в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении и также он говорит в 18 стихе Итак, наблюдайте, как вы слушаете ибо кто имеет, тому дано будет а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь Иисус сказал, наблюдайте, как слушаете и меня это слово преследовало всю зиму наблюдай как ты слушаешь потому что именно это определяет что произойдет в твоей жизни причина, по которой здесь начал происходить взрыв здесь 10 лет назад это было то, что почва была настолько хорошей люди были настолько открыты люди отчаянно рождали и тот вопрос, который мы должны задать сами себе как дела обстоят сегодня потому что есть венец данный нам Богом который мы никогда не должны потерять как дела сегодня обстоят когда пастор проповедует в вашей церкви когда он дает вам то, что Бог сказал ему когда он делится стратегией будущего как мы слушаем какой почвой является мое сердце потому что единственное, что я могу это все зависит только от моего сердца давайте теперь откроем 1 Петра вторая глава первая Петра вторая глава потому что Петр говорил об этом и у него была иллюстрация ему нужна была иллюстрация когда он писал это письмо он думал как же мне заставить их понять то, о чем я говорю и мы знаем, что у Петра была жена и возможно у него тоже были дети и может быть поэтому он сказал так вторая глава, первый стих и так, отложив всякую злобу и всякое коварство лицемерие, зависть и всякое злословие как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко дабы от него возрасти вам давайте здесь остановимся на короткий момент Петр использует здесь иллюстрацию что это за иллюстрация? что он хочет сказать? есть у кого-нибудь новорожденные дети? у вас есть, хорошо когда этот младенец голоден он хочет молоко что он делает? он кричит он беспощаден он ни о ком не думает он не говорит так мама я знаю, что сейчас 4 утра и я знаю, что ты так устала у тебя есть капелька совсем для меня? нет он просто кричит и если мама не приходит а он кричит как слепой Вартимей он кричит еще громче мама помилуй меня и возможно одна ночью когда Петр уже устал и он слышал, как его маленький сын кричит и он проснулся и посмотрел и сказал и он увидел эту отчаянную жажду молока и он получил откровение вот я такими хочу видеть своих членов церкви в воскресенье утром скажите аминь понимаете? такими я хочу видеть своих прихожан если они будут подобными ему тогда у нас будет пробуждение если мы будем такими тогда живая вода будет течь потому что Иисус пообещал если кто жаждет то я непременно дам ему воду пить и Петр сказал как эти младенцы кричат о молоке вот так мы должны кричать о Боге вот такими мы должны приходить на служение открывать наши Библии слушать читать книгу и говорить Бог измени меня сегодня я помню каким я был когда я пришел в библейскую школу прежде чем я пришел в библейскую школу как я говорил уже вчера было время в моей жизни когда я сражался но Бог сказал мне ты должен пойти в библейскую школу и когда я пришел туда я потерял все что имел я учился я работал я занимался спортом у меня было много друзей когда я пришел в библейскую школу в Упсал Бог все забрал у меня и я пытался найти место где жить но не мог и единственный кто согласился принять меня это была пара которая жила на ферме очень далеко от Упса ничего вокруг не было просто маленький дом и маленькая комнатка где бы я смог жить я сказал Бог я не хочу жить здесь но это был единственный выбор который у меня был предоставлен и когда я приехал туда я помню это как сейчас я сказал у меня нет друзей у меня ничего нет у меня не могу спортом заниматься никакой работы и Бог сказал очень хорошо вот теперь я привел тебя туда где я хотел тебя видеть потому что теперь все что ты имеешь это я и я начал ночами ходить по этим лесам я смотрел на небо и я помню отчаянную жажду которую я имел в своей жизни от жажду Бога и я помню каковы были служения у меня был друг которого звали Кристиан он сейчас директор миссии в Упсале и мы были радикальными в библейской школе и мы делали все чтобы только прийти на служение и мы могли в очереди стоять часами чтобы занять хорошее место нам было все равно я помню Лестер Саммерл приехал в Упсалу и мы знали что сейчас будет драка за хорошие места поэтому после библейской школы мы немножко покушали пришли в холл и сели на первом ряду и сказали не сдвинемся останемся так весь день и Аши рассказали нам но вы знаете сейчас еще только пол второго служение начнется в пол седьмого но мы не двигались мы останемся здесь и они не могли нас выгнать мы весь день просидели и когда пришел вечер мы были благословлены Богом аминь аминь вот так я помню когда я читал свою машину и ехал в машине я не знаю, можно ли увидеть красный свет, когда ты читаешь библию, я не увидел и Бог сказал мне прекратить делать это но я помню как отчаянно я жаждал каждый раз и это было замечательно но вопрос в том сегодня у меня нет такого в жизни а мне не нужно сейчас стоять в очереди я пастор так что я могу спокойно сидеть впереди но вопрос в том, каково мое сердце являюсь ли я таким же жаждущим Бога сегодня или я изменился устроился ли я поудобнее это мое служение а это не мое служение сегодня кто-то другой проповедует но я немножко устал Бог мой судья я могу сказать одно, другое но одно, что хочу сказать что всем моим сердцем я не хочу потерять ту жажду, которую я имел к Богу я хочу остаться в таком состоянии всю свою жизнь когда я прихожу на служение я хочу быть номером первым, кому будет говорить Бог я хочу быть самым лучшим слушателем, каким только могу когда я открываю свою Библию, чтобы прочитать я хочу еще молиться Бог изменил мою жизнь, когда я буду читать Твое Слово сегодня я более желаю Твоего Слова чем что-либо другого в этом мире Бог сохраняй меня на этом пути потому что так много раз когда мы идем мы можем изменяться может быть мы даже замечать этого не будем поэтому Иисус должен был прийти к церквям в Откровении и Он должен был сказать им запомните вспомните, как вы слушали вспомните, как вы получали вспомните, какими вы были и заберите это обратно заберите обратно в венец, который дьявол украл у вас Бог хочет, чтобы мы двигались вперед Он не хочет, чтобы дьявол шаг за шагом крал жизнь у нас Я хочу быть более жаждущим, чем те студенты, которых я обучаю Я не хочу им давать просто какие-то библейские доктрины Я хочу, чтобы они что-то видели в моей жизни то, к чему они могут простереться Но я должен наблюдать за собою И я должен задавать себе тот вопрос, который Иисус задал в книге Откровений Потерял ли я то, что имел? Изменился ли я? Я сейчас пастор Но что произошло с моим сердцем? Осталось ли мое сердце прежним? Имею ли я тот же голод, когда я слушаю Слово Божье? Такой же ли я жаждущий, чтобы получить что-либо от Бога? Потому что если я являюсь им То каждое утро Каждое утро Иисус будет говорить мне Кто жаждет? Я дам ему воды Потому что небеса полны живой воды И Иисус жаждет излить эту воду на наши жизни Первая Коринфянам 4 глава Мы сейчас ответим Первая Коринфянам 4 глава Мы видим, что что-то трагическое произошло С церковью в Коринфах И Павел говорит им В 8 стихе Вы уже присытились Вы уже обогатились Вы стали царствовать без нас Мой друг Это то, что произошло с ними В чем была проблема? Они жили в грехе? Нет, Павел об этом не говорит здесь Или же они оставили церковь? Нет Но он говорит, вы уже присытились Вы уже довольны Когда пастор в воскресенье утром приходит Чтобы принести слово Слово Вы сидите Хороший пастор, вы знаете Фактически я даже это уже слышал И Павел говорит Что это такое? Что это? Что происходит с вами? Где ваша радость? Возбуждение Где ваша жизнь? Где ваша отношения? Бог, измени мою жизнь сегодня Когда я пришел к вам, вы не были такими Но сегодня вы выглядите такими довольными Мир полон мертвых церквей Люди приходят в церковь Но они больше не меняются Они хотят слышать только то, что приятно для их уха И поэтому так драгоценно для Бога Когда он находит людей Которые жаждут всего, что Бог им скажет Если я нуждаюсь в исправлении, тогда Бог исправь меня Если время покаяться, Бог, я хочу покаяться Бог, Иисус сказал фарисеям Мы играли вам, но вы не танцевали Было время поклонения А вы сказали, нет, я не хочу И потом он говорит, мы пели плачевные песни, но вы не плакали Было время покаяться Чтобы упасть на лицо пред Богом Чтобы молиться, как вы вчера молились Но они этого так же не хотели Вы и я Не будем такими Во имя Иисуса Во имя Господа Бог дал вам что-то Бог дал вам что-то Бог родил что-то И он дал это этой церкви Дал этому движению И другим церквям по Советскому Союзу И один способ И так как я вхожу И когда я приезжаю Одно дело, что я приезжаю как иностранец И могу видеть вас И могу видеть разницу Разницу Видеть, что Бог по-настоящему сделал И когда приходит время Подумать об этом После того, как мы потеряли это Нет В то время, пока мы все это еще имеем И Бог положил это в моем сердце Клавиши, видите? Потому что все мы можем отпасть Нет, я в это не верю Я верю, что большинство из вас, кто сегодня здесь Вы этого не потеряли Но Бог вложил в мое сердце Чтобы мы наблюдали за этим Чтобы мы знали Что это то, что дьявол хочет украть Из моей жизни и из моей церкви И я говорил несколько раз В церкви в Москве Мы не потеряем это Я сказал, у нас не будет служения Мы не перестанем кричать Мы никогда не перестанем кричать Мы будем кричать до тех пор, пока Господь не вернется Мы никогда не будем религиозными Амин 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 Знаете что? Легко говорить Я жажду Бога Это может быть также очень религиозным Но если ты действительно жаждешь Бога Я могу видеть это на твоем лице, когда я проповедую Я могу чувствовать это в своем духе, когда я учу на библейской школе Если ты действительно жаждешь Бога Другие люди заметят это Я вырос в баптистской церкви И я не был крещен Духом Святым Много хороших вещей приходят из баптистской церкви Амин И у меня ничего плохого от них не осталось У меня были хорошие друзья в этой церкви Но у меня был друг Он был крещен в Духе Святом Как он был крещен Он был глубоко погружен И где бы мы ни были Он внезапно начинал говорить на языках Мы могли где-то быть рыбачить И он внезапно говорил И он внезапно начинал молиться на языках И говорил Ой, извините, я так счастлив Знаете, я увидел его Я смеялся над ним Но в моем сердце Я стал что-то видеть То, что у меня не было Я стал видеть Что жизнь, которую он имел с Богом Я сказал, Бог Я тоже в этом нуждаюсь Если ты жаждешь Бога Это повлияет на многих других людей Одно последнее местописание Из книги Деяний Вот такими мы хотим быть в наших церквях Книга Деяний В 10 главе Говорит об одном служении В доме Корнилия Корнилиус был как Советский Союз Он жаждал больше Бога Но он не знал путь, по которому пойти И там проповедников не было И он говорил Бог, Бог, где ты, я так нуждаюсь в Тебе И потом, в конце концов Иисус сказал Петру Ты должен пойти к Корнилию И когда он туда пришел Я скажу вам, он нашел Он нашел людей, которые были готовы измениться 24 стих Сказано И в следующий день Они, то есть Петр, пришли в Кесарию И теперь Корнилиус ожидал Он ожидал Ожидаете ли вы воскресного служения? Ожидаете ли вы молитвенного служения? Или же это приходит, как атака на вас? Что вы говорите, когда вы просыпаетесь в воскресенье утром? О, опять надо в церковь идти Или вы же говорите так Жена, давай вставай В воскресенье Алексей будет проповедовать О, это будет замечательно Библия говорит Они ждали И потом сказано Созвав родственников своих и близких друзей Он созвал всех людей Он сказал, будет собрание, приходите все И большие вещи произойдут здесь Друзья, может быть, сказали А что должно произойти? Он говорит, я не знаю Но я знаю, что Бог здесь будет Я знаю, что стих 25 имеет мало силы Но в любом случае, он мне нравится Сказано, когда Петр входил Корнилиус встретил его и поклонился, пав к ногам его Давайте проясним здесь Но мы не должны поклоняться людям И весь народ сказал Но в любом случае Это что-то говорит нам о Корнили Он был готов к Богу Он был готов получить Ой, не, 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 не Поклоняйся мне Поклоняйся только ему И Корнилиус сказал Ну хорошо, хорошо, тогда, тогда вот так Но вы можете видеть, что его сердце было готово И затем Петр начал проповедовать И Петр начал так Ну, фактически я не должен был, конечно, здесь быть Потому что это фактически не то место, которое бы я хотел посетить И не очень удачное место, чтобы начать служение Но потом он начал говорить об Иисусе Скажите Иисус И потом что-то начало происходить Стих 44 Когда Петр еще продолжал эту речь Дух Святой сошел на всех слушающих Слово И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились Что дар Святого Духа излился и на язычников И послышали их, говорящих языками и величавших Бога И Дух Святой не дождаться, пока Петр закончат Потому что люди настолько жаждущими И посреди проповеди Дух Святой сошел И они начали говорить на языках И все иудеи О, что здесь происходит И служение вышло из-под контроля Скажите Аллилуйя Почему? Потому что Петр А из-за людей Из-за их жажды Прежде чем Петр сказал Сказал, вы все здесь собраны Они сказали, мы здесь собраны, чтобы послушать все слова Которые Бог дал тебе сказать Что бы там ни был Чтобы Петр ты не имел, скажи это И мы примем это И в этой атмосфере Церковь родилась среди язычников И это так же, как родилось это движение В этой отчаянной жажде Я знаю что-то Я могу потерять свою машину И могу потерять свой дом Могу потерять микрофон свой Но не могу Потерять свою жажду к Богу Это самое драгоценное, что я имею Это самое драгоценное, что вы и я Можем иметь Это стоит И когда Дух этого мира пытается идти Против твоей жизни, против твоей церкви Ты можешь сказать Ни за что Ты не можешь взять моего венца Если я изменюсь То я стану еще более и более жаждущим В моей церкви в Москве У нас есть некоторые люди Которые являются огромным благословением для меня Мне нужно просто посмотреть на них Когда я проповедую И я становлюсь счастливой Я знаю, что у Алексея тоже такие люди есть в церкви У меня есть одна бабушка И она все время подходит к сцене, когда я проповедую И она настолько вовлечена во все это И последнее служение, когда я проповедал, прежде чем сюда приехать Когда служение закончилось Она подошла ко мне Знаете, я вам не говорю, чтобы вы подходили к своему пастору после служения Это было исключение Но она подошла ко мне О, пастор Мацулла Помолись за меня Я сказал, сестра, но мы же молились за людей во все служение Мне помолись за меня тоже Я сказал, в чем проблема? Ты больна? Нет, нет, нет Больше помазания, больше помазания О, signs and wonders in my life О, signs and wonders in my life Signs and wonders in my life Signs and wonders И я уже так устал от нее Хорошо, я положил свою руку на нее И я был, я устал Я говорил, о Господь Молюсь за свою сестру Чтобы ты наполнил ее И она подумала, что я слишком медленно говорю И она сама начала уже молиться О, он молится, чтобы я была наполнена Духом Святым О, он молится, чтобы я имела чудеса и знамения И я сказал так Да, да, да О, да, да Это то, о чем я молюсь Да, слава Богу Аминь Аминь И я сказал, о, что вы делаете этим летом Она говорит, я поеду в Крым На каникулы О, но пастор Вы должны помолиться за меня Когда я поеду в Крым Я сказал, женщина Я только что за тебя помолился Одну минуту назад Она сказала, ты же не помолился за отпуск мой Помолись за меня Помолись больше в Амазане Больше Чтобы много людей было спасено в Крыме О, много чудес и знамений в Крыме И я возложил свою руку на нее И я сказал, пусть много людей спасутся в Крыме Она сказала, о, халлилуйя, слава, слава, слава Спасибо, спасибо И я просто ускользнул от нее И если ты здесь И ты планировал привезти каких-то неспастенных людей с собой Но они не захотели прийти А вместо этого они уехали в отпуск в Крым Не волнуйся Они даже не подозревают, что их там в Крыме ожидают Когда наши бабушки будут приходить А у нас был пикник, мы собрались поехать И они приехали туда Полиция приехала И они хотели сбежать И мы увидели Мы послали свои собственные Свой собственный спецназ Это были наши бабушки И тогда полиция начала каяться там Халлилуйя Слава Богу Халлилуйя Давайте встанем все Халлилуйя Когда я сегодня говорил Что-то такое драгоценное Что Бог дал нам Пожалуйста Послушайте внимательно Мы не можем быть горды чем-либо в своей жизни Мы не можем говорить О, да, это то, что мы имеем Потому что все, что мы имеем Приходит от Бога Но мы не должны быть невежественны И не понимать то, что Бог дал нам И мы должны понимать Какие драгоценные камни в нашем венце Так, чтобы мы могли сражаться за них И один из этих драгоценных камней Это отчаянный голод по Богу Приходить на служение Говорить Бог Все, что ты делаешь сегодня Измени мою жизнь Еще раз Все, что ты дал пастору Дай мне понять это Чтобы я мог быть в одном движении с Ним Чтобы я мог быть в центре того Что ты делаешь в церкви И если Так происходит в своей жизни Но ты потерял это Ты можешь взять это обратно Это то, о чем говорит книга Откровений Вспомни Откуда ты не спал Вернись И забери то, что ты потерял Вспомни Как ты слушал и как ты принимал это И твори прежние дела Еще раз У меня было несколько раз в своей жизни Когда я был перед Богом И говорил Бог Я вижу что-то в своей жизни, что мне не нравится Господь, я каюсь в этом Пусть твой голод и пусть твоя жажда Наполнят мое сердце Пусть всегда так будет Потому что я знаю Что Он будет хранить нас Он будет продолжать изливать на нас На нас и на нашей церкви Давайте станем при Богом Отец, я благодарю Тебя За каждое слово Я благодарю Тебя за каждую церковь, которая здесь собралась И я благодарю Тебя, Бог За этот момент прямо сейчас Я молюсь Чтобы никакое сомнение не пришло от Бога Но пусть Дух Святой говорит к нашим сердцам Дай нам видеть, какой Ты хочешь дать нам жизнь Дай нам увидеть тот венец, который мы имеем И дай нам видеть, что мы должны защищать И отец, я молюсь за людей, которые здесь За тех, которые что-то потеряли Что они раньше имели Я молюсь за них, отец В это утро Чтобы они взяли обратно Чтобы они обратно забрали Чтобы они обратно забрали это Во имя Иисуса Халлелюя Когда мы стоим пред Богом Я хочу одно сказать Я знаю Что такое послание может коснуться каждого из нас Потому что нам всем необходимо слышать такие вещи Но также здесь есть люди Которые знают Что я описал вашу жизнь Вы были подобными таким людям Вы были самым горящим человеком в своей церкви Но теперь вы нет Вы потеряли это Но вы можете взять это обратно Вы можете забрать это обратно Если это вы Я хочу, чтобы вы подняли свою руку И держите ее Выйдите вперед Выйдите вперед Мы будем вместе молиться Иногда хорошо просто двигаться Чтобы показать Богу Что мы серьезны Пусть все люди выйдут вперед Пусть все люди выйдут вперед Пусть все проходят Иисус сказал Наблюдайте как слышите Наблюдайте как слышите Многие вещи относятся к тому Как мы слышим Кто будет изменен На этой неделе в Риге Это не обязательно тот человек Которого Иисус выберет Это люди, которые поворачивают свое сердце к Богу Это люди, которые слышат и принимают С жаждущим сердцем Вот эти люди Которых Бог изменит И вы будете номером один Думай так Я буду номером один Как слепой Вартиме Я буду как Корнилиус Я буду иметь все, что ты Бог имеешь для меня Давайте начнем молиться С жаждущих Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! И я могу видеть, как однажды в моей жизни Я имел что-то, что я потерял Но я благодарю Тебя Что сегодня Я могу взять это обратно Дьявол, я говорю тебе Ты не можешь украсть мой венец Ты не можешь украсть мое сердце Во имя Иисуса Я забираю Мою жажду к Богу Мою жажду Духа Святого Мою жажду Слова Божьего Это принадлежит мне Я никогда не буду терять этого То, что Ты дал мне Бог Я буду хранить Я исповедую Что я буду ходить Из славы в славу Ты изменишь меня Будешь много раз менять меня Будешь много раз менять И когда ты движешься Двигай меня Меняй меня Наполняй меня С этого дня Я забираю То, что мне дал Бог Аллилуйя 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 Возложи руки на своего И начните молиться И начните молиться Друг за друга Молитесь Друг за друга Дух пробуждения Пусть жизнь наполнит Пусть жизнь наполнит Пусть жизнь наполн静 Пусть жизнь наполнит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мой Господь Слава тебе ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, что в наших церквях Жизнь течет Что бы эта жажда была там Я молюсь, что бы о том, как церковь была рождена В отчаянной жаждали по тебе Чтобы она осталась в этой жажде Чтобы она осталась в этой жажде Чтобы она осталась в этой жашде В этой жажде Во имя Иисуса, дьявол, ты не можешь украсть мой венец, ты не можешь взять его, что Бог мне дал, во имя Иисуса, амин. О слава тебе, Господь, слава тебе, мой Господь. Слава тебе, только тебе, Господь, слава тебе, мой Господь. Слава тебе, Господь, слава тебе, мой Господь. Слава тебе, слава тебе, Господь. Слава тебе, мой Господь, слава тебе. Слава тебе, слава тебе, слава тебе. Спасибо Тебе Спасибо Тебе Спасибо Тебе Спасибо Тебе Спасибо Тебе Халилюя О Господь О Слава Тебе Халилюя Халилюя Бог так близок нам в это время Огромное спасибо пасторам отцовам за ваше послание за ваше сердце преданное Господу Халилюя Ваше служение всегда такое особенное для нас Спасибо большое Оно так строит нас Здесь такое созидающее помазание И мы уже другие Спасибо вам большое Халилюя Мы счастливые люди Мы живем в такое прекрасное время Держи то, что ты получил Поздравь ближнего и у нас сейчас перерыв До встречи Халилюя Аминь 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 Аминь